Парни, здорово всем! Мира скорейшего! Смотрите, значит, такой вопрос из нашего телеграм-канала, напоминаю, что ссылка на канал, на который ты можешь подписаться и получать кучу полезной информации внизу, и ты можешь там задавать вопросы, на какие-то я отвечаю, на какие-то отвечают мои коллеги, но так или иначе они не останутся без внимания. Я сейчас включу голосом этот вопрос и сразу буду его комментировать. Очень интересный, ну хотя бы тем, что он типичный, распространенный, и с такой проблемой сталкиваются многие мужчины, ну неважно, какого они там статуса, ранга, с какими женщинами общаются, плюс-минус. Парни, приветствую! В общем, вопрос такой, вкратце познакомился с девушкой, девушка с ребенком, общаемся где-то около двух. Сразу давайте так, с ребенком, не с ребенком, это вообще отдельная тема, потому что если кому-то нравится такой вариант, пожалуйста, если кому-то принципиально кто-то понимает, что он не примет чужого ребенка, значит, это другой вариант. Мы сейчас это не обсуждаем. Месяц, ну сначала просто как бы общались там, ходили вместе там на спорт, мероприятия, но потом как-то все ближе и ближе. Общаются два месяца, он говорит, что ходили сначала на какие-то спорт, мероприятия и так далее, ближе и ближе. То есть, почему бы просто сразу девушку не пригласить не на спорт, мероприятия, а и, как говорится, извините, в кафе посидеть, поболтать на свидание. Общение, общаемся прямо на любую тему, она скидывает мне там свои эротические фотографии. То есть, девушка спустя два месяца скидывает уже эротические фотографии. Как бы, слушая этого мужчину, у меня почему-то складывается впечатление, что это явно не потому, что он попросил. Видимо, она уже сама решила, как бы, угадайте вопрос, почему она может так делать. Ну, очевидно, да, для тех, кто еще не догадался, потому что она уже буквально кричит, я хочу сблизиться, мне нужны отношения, не дружба, не совместные походы на спорт, мероприятия. Я хочу отношений, секса, обнимашек, любви, поцелуев, там, ну, бла-бла-бла и так далее со всем вытекающим. Дальше. Я ей говорю, ты мне нравишься как женщина уже, все, она мне говорит, что ты как меня мужчина тоже устраиваешь. То есть, смотрите, девушка присылает мужчине эротические фотографии, вместо того, чтобы пойти и, собственно, сблизиться с ней, он ей говорит, ты мне нравишься как женщина. Для чего? И это очень часто встречается, потому что ты пытаешься переложить на нее ответственность. То есть, ты настолько боишься услышать вот этот отказ, то есть, даже игнорируешь какие-то очевиднейшие просто тысячепроцентные факты, что вот она уже там тебе намекает, мягко говоря, недвусмысленно. И вместо того, чтобы пойти, так сказать, в хорошем смысле слова, распустить руки, ты даже здесь пытаешься переложить на нее ответственность, говоришь, что ты мне нравишься как женщина. То есть, как бы, и ждешь, что она что скажет такая. Ну, тогда давай я приеду к тебе в красивом белье. С тебя бутылка вина, с меня конфетки. Или что? Ну, в плане того, что как я ее обнимаю, трогаю, но как хочу ее поцеловать, она постоянно как бы... Ну, уходит это в сторону. Это было около трех раз. Ну, вот. Значит, смотрите, он все-таки делает попытки сблизиться так, как он умеет, так, как он может. Обнимает и так далее. Когда пытается поцеловать, ну, я не знаю, как нужно неправильно тогда пытаться поцеловать резко, что ли, или что-то, чтобы она вот так реагировала. Ну, опять же, с другой стороны, тогда у меня уже сейчас появились вопросы к этой женщине. Потому что, коли она намекает уже на сближение, она как бы всячески пытается его... Как она это делает по-женски и пытается инициировать, зачем тогда не, ну, убирать, как бы, лицо, не целоваться. То есть, ну, такое странное поведение, потому что, окей, ну, как бы, будь тогда целостна в этом вопросе. Женская там целостность или не целостность. Да и мужская тоже. Ну, это вообще отдельная тема отдельного разговора, потому что там есть... Есть, как говорится, о чем вам рассказать. И получается, что, да, странно, ну, тогда помоги мужику до конца уже с тобой сблизиться. В чем проблема? Причем, кстати, для большинства абсолютного мужчин, да, то есть, как бы, процесс сближения, он идет через поцелуи. Я уже рассказывал неоднократно про технику гирлянда, так называемая, да, ну, то есть, это я попытался вам в виде техники донести, хотя нет никакой техники. Гирлянда, когда одна лампочка не горит, остальные продолжают гореть и до нее, и после нее. То есть, соответственно, если вам что-то не удается сделать, целовать, взять за руку что-то, еще это не должно вас останавливать, не должно рушить вот так нафиг весь этот карточный домик. Это должно просто быть, ну, обычным явлением. Вы такие, окей, не целуемся, тогда что-то другое делаем. То есть, для того, чтобы заняться сексом или сблизиться с женщиной, для этого не обязательно с ней, собственно говоря, целоваться в губы. Возможно, для кого-то это будет сейчас какое-то открытие, но это именно так выглядит, и это действительно возможно это сделать. Вот, кстати, по поводу этой техники гирлянда, там тоже в телеграм-канале есть про эту информацию. Где-то зайдете, подпишитесь и вверх пролистаете, если кто-то еще не слышал, но это элементарные вещи. Далее, слушаем. Ну, я прямо спрашиваю, я говорю, что у тебя, как бы, что такое, на что она мне отвечает, типа. Мужчина прямо спрашивает, что такое, что случилось, как бы. И, в принципе, я могу понять его, потому что мы, мужчины, устроены таким образом, что, как бы, в чем проблема, мы, существа довольно прямолинейные, да, то есть, что-то не вяжется, если она, как бы, намекает, вроде бы, своими фотографиями, тогда в чем проблема, там, поцеловаться с мужиком. Ну, логично, я здесь его понимаю. Хотя, женщинам бесполезно задавать такие вопросы, но, так или иначе, я его понимаю. Я не... Она ему на это говорит. И не уверена еще, что, что я хочу отношений, вот, в общем, я еще не, типа, к этому не пришла. Но, опять же, зачем она может это говорить, давай разберемся, то есть, она может это говорить, потому что она подумала, это одна из версий, что я и так уже сделал какие-то намеки к сближению, то есть, я, как бы, показала себя такой доступной женщиной, хотя это мой самый большой, там, страх, скажем так. И, когда мужчина, как бы, все-таки начал, скажем, ускоряться в этом вопросе, она решила немножко сложить в себе ответственность, то есть, такая, нет, 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 что-то, я пока не уверен. То есть, это, по сути, делает естественное поведение вообще, вот, если она говорит. Если она, там, не хочет целоваться, ну, такой вопрос, как бы, у меня к ней вопросы. Если она так говорит, ну, это, наверное, все-таки ее можно понять. Вот, и на каждом, почти на каждой встрече, как-то странно для меня, она постоянно мне говорит, сколько у нее много поклонников, я говорю, ну, ладно, как бы, есть, есть, что я. Сразу, как бы, вопросы, да, то есть, как ты думаешь, зачем она говорит, что у нее много поклонников? Давай включим логику. Она встречается с тобой, соответственно, она готова сблизиться с тобой, но почему-то рассказывает про каких-то поклонников. Возможно, что она пытается повысить свою значимость в твоих глазах, а это хорошо, что она, значит, тобой заинтересована. Но, возможно, в данной ситуации другая версия, что, хотя это странная попытка повысить значимость, но это не совсем для умной женщины, наверное. Возможно, что она пытается таким образом тебя подтолкнуть к активным действиям. Мол, у меня поклонники, они сейчас не будут щелкать клювом, как некоторые, поэтому, может быть, ты поторопишься, то есть, вот так это выглядит. И, собственно говоря, может быть, такая версия. Вот, и я ей отвечаю, я говорю, тогда, если ты не уверена, я говорю, то не будем тогда тратить наше это время, свое и мое, твое и свое время не будем тратить. И тогда просто, как бы, ну, перестанем там, как бы, наши эти встречи. Она на меня подобиделась. Значит, смотрите, мужчина, по сути, опять же, по логике, я его могу понять, то есть, говорит, ну, раз, типа, не готова, ну, иди ты с задницей, тогда все, проблема. Я пытаюсь, да, как могу. Вот. С другой стороны, эта модель общения, она абсолютно неэффективна ни с какой женщиной, потому что, ну, это, опять же, перекладывание на нее ответственности. Возможно, даже несознательное, и он бы этого и не хотел делать, но, так или иначе, это выглядит для нее так. Она подобиделась. Подобиделась. Вот. Но на следующий день, там, прислала мне смс-ку, там, да, давай останемся друзьями. На следующий день прислала смс-ку, давай останемся друзьями. Не хочу тебя терять, ты мне очень, там, важен, но, типа, как, пока, как, друг. На что я ей пока ничего не ответил. Ну, значит, давай останемся друзьями. То есть, когда мужчина говорит, давай не будем общаться вообще, она говорит, давай останемся друзьями. Ну, возможно, что в ее светлой или не совсем светлой голове возникла мысль, что таким образом она как бы его немножечко удержит, что, мол, я готова продолжать. Просто я же не готова тебе сказать, тогда давай приезжай и напади на меня. Вот. Поэтому здесь вот эта фраза, давай останемся друзьями, я пока не готова, возможно, она еще не так фатально звучит. То есть, потому что все-таки есть шанс, что надо просто ускориться, попробовать, что бы я сделал на месте этого мужчины. Я бы просто встретился с ней, говорил, давай увидимся, окей. И там максимально распустил руки. Для этого тебе надо понимать, как устроена женская голова. Для этого тебе надо решиться. Для этого тебе надо быть готовым к тому, что если что-то пойдет не так, как ты хочешь, ну, ты, значит, с этой женщиной больше не будешь общаться. То есть, вот этот страх потерять эту потенциальную женщину или не получить ее еще даже, он достаточно проблематичен, потому что он сдерживает тебя, то есть, не дает тебе делать то, что ты хочешь. Не дает тебе сближаться и приходить к сексу, попробовать переместить ее домой. Бла-бла-бла. Бла-бла, скорее всего, слушая, что там она говорит, это такая своеобразная, скажем так, девушка, не без тараканов, то есть, возможно, придется и там попотеть. Но если уж ты как бы решил довести это дело до конца, нужно довести это дело до конца. Если со всем этим у тебя есть какая-то проблема, то, значит, что я тебе предлагаю? Я тебе предлагаю решение, которое будет железно эффективно. Это тренинг-практика с 14 по 17 июля. Я сейчас, кстати, продолжу, там еще есть вопросы от этого мужчины. С 14 по 17 июля, Москва, где я лично с вами буду и в полях, и мои коллеги. Никак я тут не уйду, не могу я оставить тех ребят, которые пришли за помощью. Ты можешь записаться по ссылке под этим видео, когда ты туда попадаешь. Ты получаешь еще и бонусом заранее теорию, которая дает тебе понимание, как все устроено. И там мы многие вот эти вещи, ты их просто перепрыгнешь с нашей помощью, потому что ты будешь не один. Вот эта возможность разрешить себе, вот эта возможность проявлять себя как мужчина сразу, а не как друг, не ходить по спорту, мероприятиям. Все эти вопросы мы там закроем, независимо от твоего возраста, статуса, финансового положения, чего угодно. Поэтому welcome 14 по 17, ссылка здесь под видео. Заранее бронируйте места, ребят, потому что ближе к мероприятию стоимость уже будет, скажем, полная. Сейчас есть возможность получить скидку. Послушаем, что дальше. Вот два вопроса. Два вопроса. Первый вопрос, парни, что я сделал не так? Ну, по крайней мере, вот... Что я сделал не так? В принципе, я ее трогал и как бы обнимал, но вот что-то я сделал, я понимаю, что-то я делал, наверное, не так. И второй... Значит, первый вопрос, что ты делал не так? Все ты делал не так, но изначально не понимал, как устроена женская голова. Изначально, возможно, где-то был там не уверен в этом вопросе. Вместо того, чтобы пригласить на свидание и просто сблизиться на этом свидании или на следующем, или максимум на третьем, то есть ты ходил с ней по каким-то мероприятиям и так далее. Ну, то есть ты просто как друг сразу же подключился в этом контексте. Очень-очень много чего ты еще сделал не так. Но, опять же, этот вопрос нужно досконально изучить. Это то же самое, что когда человек никогда не ездил на машине, он сел, не знаю, вставил ключ не в этот замок зажигания, а куда-то, не знаю, в багажник, попытался завести и говорит, блин, что я сделал не так? Почему оно не едет? Ну, потому что нет абсолютно понимания. И второй вопрос, внимание. Вопрос, правильно ли я сделал, чтобы вот так и жестко, ну, как бы, с моей стороны это, как бы, жестко было, как бы, я сказал, что, либо же, как бы, если не будем тратить время наше и расходимся. То есть не будем, правильно, что ты сказал, что все, тогда давай расходимся и так далее. Потому что ты сейчас боишься на данном этапе потерять эту девушку, потому что ты думаешь, а, вдруг я ее потеряю. Да, может, ты ее потеряешь, слава богу. Потому что для тебя, как минимум, это будет такой стимул, задуматься, что за хрень со мной происходит, почему так все. Правильно я сделал жестко, но это не жестко. Жестко, это если ты обосновал, почему ты так решил, типа, и так далее. Это просто ты высказал свою позицию. Правильно, нет, нет, неправильно, потому что надо было в этот момент сначала попытаться все-таки сблизиться, поняв и приняв тот факт, что если не получится, да и хрен бы с ней, как бы, да, то есть тем более она еще, там, женщина с ребенком. Возможно, что для тебя это не проблема, хотя я надеюсь, ты понимаешь всю полную меру ответственности, что тогда придется любить ее ребенка вместе с ней и сможешь ли ты это, если сможешь, окей, ты красавчик. Поэтому, как бы, ты сделал не так, но это, опять же, не смертельный, непоправимый косяк. Если у кого-то подобная ситуация, значит, вы можете в это время попробовать еще раз с ней встретиться, но там уже максимально проявить себя как мужчина, как самец, как желающий проявить свои сексуальные желания, потому что в этом нет ничего плохого, и все, и женщина в том числе этого очень сильно хочет. Все мы люди, все мы человеки, всем хочется любви, огнемашек, целовашек, добра, мира, опять же, которого я скорейшего вам всем желаю, и нам, и себе в первую очередь желаю, чтобы все это быстрее закончилось. Поэтому, мужчины, если вы не хотите вот так вот тупить, вам надо просто взять и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Иначе сколько женщин вы еще потеряете? Это обидно, больно и неприятно. Ссылка на тренинг практика здесь внизу. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там будет возможность задать этот вопрос, свой какой-то вопрос, и услышать на него ответ. Продолжение следует...